так привет ребята приехал на такую бабочку закинул на поплавочек там его практически практически не видно на водочку обычно ну и на спиннинг пробовал принципе покидать уже успел обрывать один силикон с поводком вместе не став дали кидать обрывать так как толку тут наверное не мая еще есть минусовая температура на дворе наверно холодно для такой рыбалки на поплавок сейчас есть места места где можно походит и половить еще на зимню рыбалку али с другой стороны и опасно это так на свой страх и риск как видим тут уже льд растаял его не мое практически а на поплавок клювать и не хочет вот закинула там уже поплыв далее обычно литом тут хорошо клювала рыбка то если бы хотя бы одна клюнула блок уже хорошо а так риби немае я не хочу ни на червяка ни на опари что клювать короче вот такая вот получилась в мене сегодня рыбалка погода принципе непогана здесь может плюс один плюс два в той ночи было минус 11 таки резкий перепад было плюс 4 потом минус 11 потом опять плюс 3 или плюс 2 ну якось так вот короче водоем тут непоганый тоже есть и форелька точнее было и окунь сюда чок сейчас я почему пока так себе сейчас еще может минут 15 по волю и червяк как был на месте так и остался напишите в коментариях почему мне не ловится рыба в таку пору не знаю перезакинул а будет клювать не сейчас хвилин 15 и будем взбиратись додому можно сказать и зря потрачены время рано поспешил хотя бы кислещик один клюнул уже принципе было непогано а так ни одного намека на клюв немае червяк хоть бы кто-то притронулся до него еще и волн и витер така погода в месяц полтора треба подчекать ребята ставьте лайки подписывайтесь на канал дивиться видео уже на приманке трохи пизденьше половим хороста и можно принципе будет пробовать и ловите клювать и не хочешь вообще вода чисто чисто зря потратил время приехал плюс приманку обервал с поводком теперь пока не роста и ловите не буду на спиннинг мы видим что снег лежит кстати тут змеи литом повзают черные такие страшные нужно обязательно сапоги надевать очень опасная штука в Финляндии их мало, но если попадаются, то смертельные в основном живут в этих камнях вот тут повзают уже видели в принципе не один раз я не знаю как гадюка называется наверное ну точно не в уж чорного кольору так что треба бути обережным особенно когда собираешь ягоды там можно нахватать и клешков и всякой-всякой заразы яка только может прилипнуть до тела и страшнее это гадюки здесь пропал поплавок но вряд ли там что-то плюет мало и честно верится пока не вижу где он мог надеяться сейчас попробуем хоть так достанем а вон он плавает гляд ли тут куда рыбка летом хорошо клюе прям безперебойно а сейчас от зима это просто капец ну уже как зима весна можно сказать кстати кстати водочка четырехметровая а складывается очень классно вот грубо говоря метр наверное если есть тут и то хорошо очень удобно компактно вытягивается на четыре метра тут раз два три ну вот так сколько тут двадцать ну сантиметров грубо говоря восемьдесят максимум наверное шестьдесят складывается и четыре метра вытягиваются очень удобно и легенько понятно если что-то мощное клюнет то она лопнет как тростинка так пишите нормальные комментарии и ставьте лайки не будьте жадными и вот такая маленькая рыбалка погода классная природа тоже а вот рыба не ловится какое-то прям наказание уже объездил пару таких водойомов более менее нормальных великих и нифига хоть бы какой-то намек был наклев а тут зимой ловится хорошая рыба налим щука судак окунь таки килограммовый хороший прям динозавр клюют и щука в принципе тоже есть и по 10 кг по 15 кг ну я максимум на 9,5 витягу щуку вот недавно ребята витянули на 12,5 килограмм крокодила понятно что мясо старое брать такую щуку тоже я считаю не стоит она уже такая мясо жесткое надо брать максимум до 6 кг наверное но не больше 3,5 килограмма это больше меньше я считаю идеальное мясо все рыбы те которые уже 10-12 это уже старое надо отпускать и она дальше сделает свое потомство такая щука больше пользы принесет водойом чем в холодильнику на 3-5 килограмм да на лимчик попадается гарный тоже вкусная рыба форелька до 2 килограмм если бы она конечно с икрою ловилась было бы вообще классно не ловится тут нифига сейчас что туда перезакину попробую а может что-то одна рыбка забудилась в принципе тут ловить уже не могу просто чисто время убить грубо говоря можно попробовать и тут вот там поплавочек наверно и на камеру не видно что-то наверно червоненько там светится уровень воды конечно упал ребята конкретно просто капец как бачимо уровень воды был вот сюда приблизительно это метр до полтора метра а приманок сколько тут обервано как ты хочешь только тут лазить по цих водоймах опасно много лески нитки намотано можно запутаться за крючки зацепиться втонуты так что оно всего не варто час по сезону поплавочек 6 потонул может даже из-за что что притапливается вон мало вероятно что тут что клюны я так уже понял что хотя поднялся по сезону тут много и на лодках и на катерах плавают есть там еще другой мост великой поднялся 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 таки корабли довольно великое не ни одного намеку нему наклюв взял с собой червяки опарыши весь бутерброд нифига не хочет вот такая рыбалка включается приехать обрывать ничего не зловите вон бачим ктось леску оставил тоже наверное ктось обрывал тут уже не один раз и нитки лески кстати ноутбук а нетбук вот там вот нашел ктось на спиннинг видимо витянул уже таки ржавенький непригодный для работы дело в том что ктось ее сюда кинул и не теки ноутбуки телефоны и велосипеды и много чего интересного можно тут найти просто никто этим не занимается никто тут не плавает как у нас дома там уже могли бы нирнуть пройтися по дну тут можно много чего интересного найти я думаю может даже гроши то есть золото это треба костюм это треба цим заниматься никто не хочет финнам проще пить и купить чем вот такой ерундой заниматься них зарплата в принципе позволяет на відпочинок попасти кудись литом и машину соби купить и домик гарный не набирать этих кредитов вот на каждом шагу кредит и кредит и возьмите кредит за пять минут и люди идут берут набирают а вставать нема возможностей да ноль намека на рыбалку уже простояли тут довольно хорошо нифига немае нифига вот глубина така собь можем метра два есть вот там уже другой раз кстати обрываю приманку литом обрывал всего раза обрывал приманку одни зацепы каменные стыдно все просто капец и нитка перерезается прямо к лезвием стоит легенько потянуть и все даже даже не обрываешь а просто грубо говоря и отрезаешь нитку особо усилия не треба маленько потяну и все нитка осталось на приманку осталось на дне короче вот такая вот штука вот все такая вот проблема с дном что зачепитесь это просто как раз плюнуты сейчас осталось еще водостей поплисти остаться без приманки остаться без удочки и на цьому все да ребята нифига не хочет не хочет сейчас туда разочек закинем и наверное все и так уже пришло три годы не как я говорю все целом просто снимаю пару хвилин жалко что увеличить и невозможно на телефоне показать вам поплавочек сам он там як что видно на камеру потому что меня на солнце не видно в телефоне но и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребята, буду закруглятись, короче, смисла немає. Не будьте жадними, ставьте лайки, пишіть свої коментарії. А я скоро зніму для вас вже нормальне відео з нормальною рибалочкою. Поплавочок тоне, якось непонятно, робить якісь свої такі движення. Непонятно. То ли там щось клює, то ли так собі він захотів поплавати. Ну, якщо буде щось інтересне, я добавлю до цього відео. Як бачимо, опять занирнув. Непонятно. Непонятно. Странно він себе веде. Поплавочок нуклювати не хоче. Щас глянемо на червяка. Чиг, чиг. Тобло вулуте. А червяка, по-моему, никто не притронулся. Так, є червяка на місці. Це просто капец. Продолжение следует...